Мёртвая муха 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 Мисс Полианна, мэм. Здравствуй, Полианна. Тетя Поли, я так благодарна за то, что вы взяли меня к себе. Меня нельзя назвать хорошенькой. Это веснушки. Мне бы хотелось, чтобы их не было. Но мой папа говорит, что они прелестны, как цветы. Ты на лугу. Мне ужасно нравится ваш дом. Если бы у меня был такой, я бы приглашала гостей на сэндвичи каждый день. Мой папа всегда говорит... Говорит... Меня совершенно не интересуется, что говорит твой отец. Пойдем, я покажу тебе твою комнату. Полианна? Полианна? Думаю, здесь есть все необходимое. Ужин в шесть. Будет звонок. Не уходи далеко, чтобы его услышать. Опять. Опять. Став unite. Опять. Добрый день. Как себя чувствует малышка? А как можно себя чувствовать, если тебя поселили на чердаке, а рядом десятки пустых комнат? Ужасно хочется увидеть дочку мисс Дженни. А кто такая мисс Дженни? Сестра мисс Поли. Они поссорились, когда мисс Дженни сбежала с отцом Полиана. Сбежала? Если бы у меня была такая сестра, как мисс Полиана, я бы тоже сбежала куда-нибудь в Тимбукту. Так значит, она тебе не нравится? А разве кому-то она нравится? Значит, ты ничего не знаешь о романе мисс Полиана? Кто-то любил мисс Полиана? Кто? Это не моего ума дело. Он что, не мог найти кого-нибудь получше? Мисс Полиана когда-то была настоящей красавицей. И была бы ею, если бы не одевалась как монашка. Это из-за той любви она стала такой раздражительной и колючей. До этого с ней было все в порядке. Но теперь ты ей уж точно не угодишь. Ты рано, Полиана. Я же сказала, в шесть часов. Мэм? Тимоти, заходи. Мэм. Зашел спросить вас опять, что вы думаете насчет покупки автомобиля. Миссис Минклин все еще продает свой? Я убеждена, что моторизованное средство передвижения есть ничто иное, как нецелесообразное расходование средств. Так? Нам действительно нужен автомобиль? Я как раз объяснил вашей очаровательной Полиане. Она не моя. Она дочь моей покойной сестры. Я взяла ее к себе, потому что это мой долг. Да. Как бы то ни было, я говорил ей, что автомобиль – это будущее. Помнится, ты говорил мне, что будущее – это Титаник. В автомобиле меньше мух. Он быстро едет, и мухи не успевают залетать. В таком случае нужно купить. Вы лучше купите. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо... Кто впустил мух? Простите, мэм, это, наверное, я... Нет, это я! Там их была тьма тьмущая, когда я открыла окно. Ты открывала окно? Твоя обязанность не впускать мух в дом. Моя обязанность? Извините, но было жарко. Мухи не только грязные и раздражающиеся существа, они еще и очень опасны в бездоровье. У меня есть для тебя брошюра. Принеси мне брошюру о мухах, Нэнси. Да, мэм. Мне будет что читать. Спасибо, тетя Поля, я обожаю читать. Мой папа всегда говорил... Полиана, ты должна понять одну вещь. Я не желаю, чтобы ты когда-нибудь еще упоминала о своем отце. Но я не могу. Я думаю о нем все время. Ты больше не будешь вспоминать о нем. А теперь иди спать. Иди спать. Это поразительно. Доброе утро, Полиана. Доброе утро, тетя Поли. Я предпочитаю, чтобы физическое появление чувств было сведено к минимуму. А теперь будь добра сядь. У них есть специальный хоботок. Смотрите, с его помощью они растворяют пищу. Я не выдумываю. Потом они втягивают ее в рот. Достаточно о мухах. Большое спасибо. Я хочу поесть. Сегодня мы поедем в поселок, чтобы купить себе нормальную одежду. А завтра ты приступишь к своим повседневным обязанностям. Мой папа всегда говорил, что ты должна читать мне вслух в течение часа после завтрака. Затем самостоятельное обучение под строгим контролем. После обеда ты будешь заниматься рукоделием со мной и кулинарией с Нэнси. Затем прогулка, музыка, уборка, ужин. И затем в постель. А когда я буду просто жить? Что? Я понимаю, что буду дышать, но дышать и жить не одно и то же. Тебе будут позволены короткие интервалы для отдыха. Автомобиль! Это сцепление. Слышите этот стук? Он означает, что диск сцепления чем-то недоволен. Доброе утро, миссис Брэнсон. Миссис Форд, ваше преподобие. Аллилуйя. Аллилуйя. Вернись, Полианна, я еще не закончила. Я похожа на леди. Даже не знаю, на кого ты похожа. Здравствуйте. Здравствуйте, мисс. Вы всегда работаете в саду? Да, мисс, я садовник. Вы так похожи на свою мать. Я знал ее, когда она была еще младше, чем вы сейчас. Вы знали мою маму? Я ее почти не знала. Какая она была? Скажу вам, она разбила не одно сердце. Мужчины на головах ходили только, чтобы угодить ей. Когда она уехала отсюда, будто кто-то задул половину огней. Ваш папенька был нищим векарием. Мисс Поли и ее семья считали, что он не достоин вашей матери. Папа никогда не умел считать деньги. Он всегда говорил, что лучше бы вместо денег мы расплачивались цветами или бабочками. И что было бы тогда? Папа говорил, что, во-первых, всем бы хотелось иметь сад для цветов, а во-вторых, иметь больше цветов, чтобы привлечь больше бабочек. Карбюратор подает топливо в компрессионную камеру, вот сюда, наверх, где блок цилиндра. Вот теперь в работу включаются свечи зажигания, о которых я тебе рассказывал. А теперь будет еще интереснее. Искра. Искра. Искра, которая высекает вот эта штука. По-моему, что-то горит. Искра. 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 Продолжение следует... 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 Ты встал на колени в крапиву? Неважно. Это не запчасти для автомобиля? Нет. Нет. Нэнси, не окажешь ли ты честь стать моей женой? Я подумаю. Помогите. 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 Мистер Пендлтон, вы ранены? Нет, у меня съеста. Дитя, мне нужна твоя помощь. Ты умеешь здравомыслить? Да, а вы? Беги ко мне домой. Это в пяти минутах отсюда, в ту сторону. Зайди в дом. В первой же комнате найдешь телефон. Ты умеешь пользоваться телефоном? Да. Найди на столе визитную карточку с номером доктора Чилтона, позвони ему и скажи, что Джон Пендлтон лежит со сломанной ногой в лесу, у подножья вороньего уступа. Со сломанной ногой? Бедняжка! Может, я могу чем-нибудь... Иди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доктор Чилтон Слушаю вас. Алло? Один девять пять. Пожалуйста. Минуту. Пожалуйста, только не скелет. Доктор Чилтон Это доктор Чилтон? Он сейчас приедет. Голове неудобно лежать на твердой земле. Вот так. Я не самая веселая компания. Ничего. Вам ведь больно? Нет. Я вообще плохой собеседник. Нет. Просто вы немного сердитый. Снаружи. Так со многими бывает. Люди сердятся ненарочно. Просто по пивычке. Молодец. Ты все сделала правильно. Я доктор Чилтон. У нас в поселке два доктора. Из них я лучший. К счастью, я не стремлюсь к конкуренции. Здравствуйте. Я Полиана, племянница мисс Полли Харрингтон. Ты очень помогла. Если вдруг я заболею, непременно приходи ухаживать за мной. Порьба, горе, разочарование и крушение надежд. Все это, конечно, неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Но иногда я задумываюсь над тем, что если мы честны сами с собой, а мы должны быть честны, что было бы приложение чуть больше усилий относиться душевнее друг к другу. И на ум мне приходит мой дядя Перси, который очень хорошо сказал об этом, когда однажды, путешествуя по Шотландии, он встретил одного человека. Димати сделал мне предложение. И он сказал, что это был самый пренеприятный человек из всех, с кем ему когда-либо доводилось встречаться. Самый неприятный человек. Я сказал, что подумаю, мужчин нужно заставить ждать. Я прочитала это в книге. Потому что люди считают меня грубым и плохо ко мне относятся. Тетя Поли, можно я отнесу холодец не с сноу, а другому больному? Почему? Потому что у нее нет сломанной ноги, которая должна срастись. Я могу носить ей передачи в любое время. Сломанная нога? О чем ты была, Анна? Я не рассказывала вам, потому что немного расстроилась из-за Джимми Боба. Я нашла в лесу мистера Пендлтона. Пендлтон? Я отнесу холодец ему. Нет, я запрещаю тебе носить что-либо мистеру Пендлтону. Я знаю, он вам не нравится, но он сердит и только снаружи. Я очень хорошо знаю твои воззрения на этот счет, Полианна. Я не буду говорить, что это от вас. А он знает, что ты моя племянница? Нет, не думаю. Очень хорошо. Можешь нести холодец мистеру Пендлтону, но позаботься о том, чтобы он понял, что это твой подарок, и что я его не отправляла. Добрый день. Я принесла холодец для мистера Пендлтона. Говорят, он очень полезен больным. Должно быть, так и есть. Спасибо. Как мне сказать, от кого это? Здравствуй. Очень любезно, что ты пришла. Хочешь навестить своего пациента? Да, пожалуйста. Доктор Чилтон, мистер Пендлтон приказал никого не принимать. У мистера Пендлтона скверное настроение. Выражаясь медицинским языком, он брюзган. Ему необходимо поднять настроение. Вы сможете это сделать? Нет. Ну, Аполиана сможет. Много наслышано о тебе, Полиана? Ты умудрилась разыселить миссис Сноу и еще одну мою не самую смешливую пациентку. В чем твой секрет? Наверное, в том, что я считаю, что лучше радоваться жизни, чем нет. Я же сказал, что не хочу никого видеть. А, это ты. Я пришла узнать, как у вас дела, и принесла вот это. Вы можете радоваться, что сломали только одну ногу. Может, мне еще радоваться тому, что я не многоножка, а то мог бы сломать себе все 50 ног. Хорошо, очень хорошо. В моем доме полно благодетелей, которые взбивают мне подушки и выметают за мной мусор. Их полно. Вы такой ворчливый. Они думают, что я набит деньгами. А на что вы их копите? Я еще не решил. У тети Поли тоже много денег, но не так много, как у вас. Может, она была бы такой же богатой, но купила несколько дорогих шляпок. Тетя Поли? Мисс Поли Харрингтон. Я живу с ней. Не думал, что она может с кем-то уживаться. Моя мама была ее сестрой. После того, как папа отправился к ней на небеса, обо мне стало некому заботиться. Так значит, ты... ...племянница мисс Поли Харрингтон. Полагаю, вы знаете ее. О, да. Я ее знаю. Надеюсь, это не мисс Харрингтон отправила мне холодец. Нет, нет. Она велела мне позаботиться о том, чтобы вы не подумали, что это она его отправила. Я, пожалуй, пойду. Не забудьте съесть ваш холодец. Уф! Как дела с учёбой? Очень хорошо. Тётя, у вас локоны. Что? Они такие красивые. Пожалуйста, дайте я уложу вам волосы. Садитесь. Садитесь сюда. Какие густые. Кто-то все удивятся, когда увидят вас. Я слышала, ты ворвалась на заседание благотворительного комитета и попросил из-за этого маленького попрошайку? Но я не поняла, когда они сказали, что деньги нужны на другое. На образование язычников и на лестницу. Но я не сдаюсь, я что-нибудь придумаю для Джимми. Какая вы красивая. Подождите, я ещё не закончила. Закройте глаза. Не подглядывайте. Полианна, что ты делаешь? Пойдёмте со мной. Откройте глаза. Как ты могла? Сделала из меня непонятно что и выставила на обозрение. Но вы были такой красивой. Не смеши меня. Пойди и спроси, что ему нужно. Доктор Чилтон, может зайдёте? Нет, нет, спасибо, Полианна. Это твоя тётя Коля так стремительно ориентировалась? Она не любит, когда её видят красивой. Я пришёл просить тебя об одолжении. Я прописал тебя одному пациенту, мистеру Пеннтону. Ты навестишь его ещё раз? С удовольствием. У него опять плохое настроение, грусть, плохое лекарство. Думаю, ты никогда не заболеешь, Полианна. Я не заболею. Она сказала да. Нэнси сказала да. Мы поженимся. Поздравляю. Доброе утро. Доброе утро. Я должен извиниться перед тобой за то, что был груб в прошлый раз. И в позапрошлый раз. И в поза позапрошлый раз. И в поза поза позапрошлый раз. Очень великодушно с твоей стороны, что ты пришла. Прошу. Итак, чем ты любишь заниматься? Всем. Всем. Отлично. В прошлый раз я не хотела грубить вам, когда сказала, что тетя Поли не отправляла вам холодец. Оставим это. Я не затем посылал за тобой, чтобы ты смотрела на мою хандру. Открой вон тот сундук. Там вещи, которые я привёз из своих поездок. Я по полгода провожу в путешествиях. Но сейчас думаю, что, пожалуй, пора утихомериться. Нет ничего хуже путешествующих стариков, которые вечно теряют свой багаж и спотыкаются на тропе. Джимми бы это понравилось. Смотрите, какая прелесть. Что это? Будто радуга зажглась. Это называется призма. Она улавливает свет. Как красиво. Если хочешь жить с радугой, то я не вижу... Я не вижу причин, почему нет. Даже тетя Поли бы обрадовалась. К сожалению, научить кого-либо радоваться невозможно. И уж тем более твоей тетя Поли. Знаешь что, девочка? Когда я узнал, кто ты такая, я решил, что больше не захочу, чтобы ты ко мне приходила. Ты напомнила мне кое-то, о чём я пытался забыть долгие годы, но я скучал. И теперь я хочу, чтобы ты навещала меня почаще. Будешь? Как интересно. Значит, после того, как мистер Пендлтон выяснил, что ты племянница мисс Поли, у него испортилось настроение, и он сказал, что больше не хочет тебя видеть. Да. Мы знаем, что у него в шкафу скелет. И ещё он сказал, что ты напомнила ему о ком-то, кого он хотел бы забыть. Да. И он был расстроен, когда ты сказала ему, что мисс Поли пожелала, чтобы он узнал, что это не она отправила ему холодильник. Ты мне хочешь что-то рассказать? У Джона Пендлтона и мисс Поли был роман. Не может быть. Старый Том рассказывал мне, что однажды она была влюблена, но я не поверила, потому что она злющая. Нэнси! Но сейчас... Так вот почему он так часто уезжает за границу? Чтобы забыть. Да. А может, ему просто нравится заграничная еда? Нет. Наконец-то. Загадочная романтическая история. Может, они опять полюбят друг друга, и мы отпразднуем две свадьбы. Пойдём. На прибрежье Гичигвами, светлых вод большого моря, тихим ясным летним утром, гаеватого ожидания у двери стоял Виквама. Раз, два, три. Есть! Может, сыграем на деньги? Мистер Дарси придвинул стул и сказал, вы не имеете права на столь сильную привязанность. Вы не можете вечно находиться в Лонгбурне. Остановись здесь, Плеана. Никогда не думала, что слушать, когда тебя читают, может быть так утомительно. Если к вечеру мне не станет легче, пошлю за доктором. Отлично. Мне ужасно нравится доктор Чилтон. Наш семейный доктор вовсе не Чилтон, а доктор Уоррен. Если уж кто-то и приедет, то это он. Я подумала, что когда у мистера Пендлтона заживет нога, я могла бы пригласить его на чай с пирогом. Не глупи, он нелепый человек. Вы никогда не дружили с ним? Это не твоё голодело, Плеана. Я не дружу со многими людьми. А вам никогда не хотелось выйти замуж, тетя Полли? Кузнец мистер Мерфи ужасно симпатичный. Я не совсем уверена, что миссис Мерфи уже поставила на нём точку. А доктор Чилтон? Тем более он видел вас вчера с такой красивой прической. Плеана, прекрати этот разговор. Я вполне счастлива одна. Лето почти закончилось, на следующей неделе ты пойдёшь в школу. Думаю, тебе будет полезна компания сверстников. Будьте добры, принесите мне мой телескоп. Поллиана? Да. Когда ты пойдёшь в школу, мы будем редко видеться. Да. Это очень досадно. Я думала, вы не любите гостей. Когда тебя нет, у меня такое чувство... Не могла бы ты остаться жить со мной? Я бы с удовольствием, но... Я не могу. Почему? Потому что я принадлежу тёте Полли. Уже нет. Если она позволит тебе, ты останешься со мной? Тётя Полли была так добра ко мне. Поллиана, много лет назад я очень любил одну женщину. Я надеялся, что когда-нибудь она поселится в моём доме. Но она не поселилась. И с тех пор этот дом перестал быть очагом и превратился в большую серую груду камней. Чтобы в него вернулось тепло, нужны женские руки и сердце, и лишь присутствие ребёнка. Если вы по-прежнему любите тётю Полли, почему бы не сделаете ей предложение? Тогда мы могли бы жить втроём. Твоя тётя Полли и я? Мы что-то перепутали? Я любил твою мать, Поллиана. Твою дорогую маму. Но она меня не любила. А потом сбежала с твоим отцом. С тех пор я превратился в брюзгливого старика. Мне так много нужно рассказать тебе. Прошу тебя, останься со мной. Но как же тётя Полли? Она тебя не заслуживает. Она не умеет ничего ценить, тем более такую душу, такую душу, как твоя. Я спрошу у неё. Извини. Извини. Возьми пирожное. Не это. Это моё любимое. Нэнси, кажется, будет дождь. Будь добра, возьми зонт и встреть Поллианну. Боюсь, как бы она не промокла. Очень заботлива с вашей стороны, мэм. Она скоро выйдет от мистера Пендлтона. Она пьёт чай? С мистером Пендлтоном? Мистером Пендлтоном из дома Пендлтона? С тобой всё в порядке, Нэнси? Да, мэм. Твоя тётя беспокоилась, как будто не промокла, и просила принести тебе это. Зря она волновалась. Наоборот, хорошо. Ты должна радоваться, что она волновалась. Это против правил. Но это означает, что что-то человеческое в ней есть. Вот что я хотела у тебя спросить. Как ты думаешь, тёте Полли нравится, что я живу в её доме? По-моему, да. По крайней мере, сейчас. Но такое было не всегда. А она расстроится, если меня не будет? Да. Она стала нуждаться в тебе, как ты нуждалась в ней. Вот что я узнала. Тёте Полли и мистер Пендлтон никогда не любили друг друга. Как? Это всё мои фантазии. Почему люди не живут, как в книгах? Кого же любила твоя тётя Полли? Мэм? Добрый день, Тимоти. Я хотел просить вас об одолжении, мэм. Разрешите мне взять на прокат ваш автомобиль? Конечно, разумеется. На четыре дня. А для чего тебе? Отметить медовый месяц. Я хотел удивительно, если вы везти её куда-нибудь покататься. Молодаешь, ей это понравится, да? Да. Пожалуйста, не говори «нет». Приходится, мистер Пандлтон. Тётя Полли... Она не разрешила тебе? Я не спрашивала её. Почему? Я знаю, что я ей небезразлична. Я не могу оставить её сейчас. Я понимаю. Я больше не буду тебя просить. Но вы можете сделать одно очень доброе дело. Вы сказали, что тепло в дом могут принести женская рука и сердце или ребёнок. Я знаю одного ребёнка, которому нужен дом. Мне нужна только ты, как когда-то мне нужна была твоя мать. Выслушайте меня. Его зовут Джимми Боб. С ним вам никогда не было бы скучно. Может быть. Но лучше я останусь один. Может быть, вам кажется, что замечательный маленький мальчик не так хорош, как ваш скелет в шкафу. Но мне так не кажется. Скелет? Да. Нэнси говорит, что вы храните скелет где-то в шкафу. Что? Прости меня, Болиана. Пригласи ко мне своего Джимми. Только ненадолго. И ещё я обещаю тебе избавиться от этого ужасного скелета. Обещаю тебе это. Здравствуй. Здравствуйте, доктор Чилтон. Заходи. Миссис Ноу просила меня заходить за лекарством. Я ни разу не была у вас дома. Дома это слишком громко сказано. Вы совсем как мистер Пендлтон. Может, вам стоит жить вместе? Не думаю, что это будет так весело, как кажется. А почему вы не женились? Я чуть было не женился. Много лет назад. На ком? Мне бы не хотелось об этом говорить. А нужно. Нельзя капить всё к себе. Вот у меня нет никаких секретов. Появится. Впрочем, у тебя может и не появится. Лучше не надо. Так что же было не так? Мы поссорились из-за пустяка. С тех пор мы не разговариваем вот уже 15 лет. Она гордая женщина. И я мужчина гордый. Впрочем, может, не гордый. Усталый. Но вы должны быть вместе. Мне бы тоже этого хотелось. Однако, людям свойственно меняться, а она не умеет. Я думала, что у мистера Пендлтона и тети Поли был роман. Точнее, первый так решила Нэнси. Она много читает. Но оказалось, что мы просчитались. Что на это сказал мистер Пендлтон? Он сказал, что любил мою маму. Вы знаете, что я буду подружкой невесты на свадьбе? Ура! Это я любил твою тетю Поли. Тетя. Как ты, дорогая? Можно мне воды? Конечно. Голова болит. Ты попала в небольшую аварию. Я смогу завтра пойти в школу? Нет. А другие девочки и мальчики начнут без меня? Да. Я рада, что вы моя тетя. Не трогайте ее. Она пришла к себе. Она сильно пострадала? Пока неизвестно. Ей больно? А вы как думаете? Я терпеть не могла эти зловонные опасные штуки. Чем лошади хуже, никак не могу понять. Здравствуй, Полианна. Я сестра Ханты. Я пришла помочь твоей тете Полли. С доктором Уорреном ты в надежных руках. Знаю, он мертвого на ноги поставит. И это чистая правда. А теперь я хочу, моя дорогая, чтобы ты привлатила вот эти маленькие белые пилюли. До свидания. Доброе утро. Доброе утро. Что с ней? Доктор Уоррен в растерянности. Он договорился насчет консультации со специалистом из Лондона. Но, похоже, в настоящий момент у нее парализованная нижняя часть тела. А как Полиана воспринимает это? Она понимает, что не может шевелить ногами, но думает, что они просто сломаны. От этого мне хочется рыдать. Вы должны знать, что я пытался уговорить Полиана переехать ко мне. Я думал, легально удочерить ее. Мне дорога Полиана. Дорога сама по себе и как память о ее матери. Я могу предложить ей свою любовь. А вы можете? Да, могу. Как вы осмелились думать, что можете понять меня? Я понимаю вас, старая дева с чрезмерно развитым чувством долга, которая упивается своим положением поселковой пчелиной матки. В отличие от вас, слишком поздно понявшего, что жизнь пуста и пытающегося заполнить пустоту чужим ребенком. Я хотел сделать Полиану своей наследницей. Она бы ни в чем не нуждалась. Она не захотела оставить вас. Сказала, что вы были добры к ней, и что она знает, что она вам не безразлична. Спасибо. Спасибо, что пришли. Это для Полиана. Кто бы мог подумать, мистер Пендлтон навестил мисс Поли. Почему они так ненавидят друг друга? Он винит ее в том, что она настраивала сестру против него. А она винит его за то, что он разрушил их дружбу с сестрой. Все кругом оказались виноваты. Все. Полиана, дорогая, мы решили, тебя должен осмотреть еще один доктор. Доктор Чилтон? Тетя Поли, я так рада, что он придет. Нет, я имела в виду другого доктора. Это особый доктор. Он все знает о таких повреждениях, как у тебя. Доктор Чилтона. О, Лианна. Я все сделаю ради тебя. Но не проси меня приглашать доктора Чилтона. Ну как тут наша бедняжечка? По крайней мере, сломанные ноги срастаются. Я бы не хотела быть инвалидом, как миссис Сноу. Нет. 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 Вы немного похожи на моего доктора. Твоего доктора? Это не мой доктор. Доктор Орэн, доктор тети Поли. А мой доктор, доктор Чилтон. Доктор Орэн, диагноз совершенно ясен. Обширное повреждение нервных окончаний, процесс необратим. Значит, она никогда не сможет ходить? Тети Поли! Тети Поли! Тети Поли, что вы только что сказали? Мне нужно знать, что вы только что сказали. Это правда? Это правда? Доктора вечно ошибаются. Как же я пойду в школу? Как я буду навещать миссис Сноу или мистера Пендлтона? Как я буду бегать по берегу и делать то, что делают другие? Я не хочу, чтобы на меня таращились и жалели. Я не хочу вечно лежать в постели. Полиана, я обещаю. Утром все будет лучше. Это и так утро! Папа всегда говорил, что бы ни случилось, бывает и хуже. Но ему никто не говорил, что он больше не сможет ходить. Я не думаю, что может быть что-нибудь хуже этого. Значит, Папа навсегда? Да, сэр. Бедная малышка. Бедная малышка. Она не может думать с ни о чем другом. Естественно, что же ей еще делать, смеяться? Хуже всего то, что она больше не может играть в свою игру. Она не видит, чему ей радоваться. Можно я скажу Полианне, что вы опять видели Джима Боба? Можно. Только это будет неправда. Нет. Многие из вас слышали о трагическом происшествии с юной Парианой Миттер. И в этом, подумаете вы, доказательство тому, что пути Господня неисповедимы. Она замечательная девочка. Но даже сильные духом могут согнуться от столь жестокого удара. А она? Она в конце концов всего лишь ребенок. Изумительный ребенок. Давайте помолимся о том, чтобы она вновь смогла ходить. Давайте помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Анатольев Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуй! Здравствуйте! Ты... Избегаешь меня? Да Я не могу выйти за тебя замуж, прости Но почему? Потому что каждый раз, когда я вижу тебя Я думаю об автомобилях и погубленной жизни Полиану Но ведь и с лошади, с лошади можно упасть тоже Нет Нет Как вы вошли? Было не заперто На стук никто не отзывался Мы не принимаем посетителей, это слишком тяжело Мне нужно было знать, как Полиана Доктор Митт выписал всевозможные лекарства, но он считает, что ее состояние почти безнадежно Скажите Полиане, что я встречался с Джимом Бобом и что он будет моим сыном и наследником Пожалуйста Я думаю, она обрадуется Полиана, у меня для тебя новость от мистера Пендлтона Он сказал, что собирается усыновить Джима И надеется, что ты обрадуешься Да Теперь мистер Пендлтон и Джимми Боб оба получили, что хотели Мистер Пендлтон сказал, что дому нужна женская рука и сердце или присутствие ребенка Понятно Доктор Чилтон тоже так считает, поэтому я спросила, почему в его доме нет женской руки Полиана Мне хотелось узнать, потому что он был таким печальным И что он сказал? Что все бы отдал за руку одной женщины, но и тогда приходится ждать и ждать, пока человек, которого ты любишь, поймет это Мистер Пендлтон Мистер Пендлтон Здравствуйте Мы пришли справиться о нашей малышке Спасибо, все без изменений Вы встали? То, что я больна, не означает, что я не могу изредка подняться с постели Раз в 30 лет В поселке появилось много новых домов Мы считаем, что это ужасно Отвратительно Когда наша маленькая девочка не может ходить и не хочет больше играть в свою игру, потому что у нее нет настроения Поэтому мы пришли, чтобы сказать ей Можно мы ей скажем? Нет Нет, боюсь, Полиана еще не готова видеть кого-либо Тогда вы передайте ей, пожалуйста Скажите, что она так много сделала для нас, научила нас радоваться малому, особенно маму, которая привыкла неделями лежать в темноте и раскукивать всех вокруг Может, просто передать ей ваше наилучшее пожелание? Да, пожалуйста Не могли бы вы передать Полиане? Передайте ей, пожалуйста, что я надела на себя вот это Малышка так долго пыталась убедить меня надеть что-нибудь яркое С тех пор, как 18 лет назад умер мой муж, я ходила только в черном Поэтому я хочу, чтобы она знала, что я стала носить другие цвета У меня были проблемы с благотворительным комитетом Да, мы хотели перенести занятия в воскресной школе на вторник, что в принципе противоречит самому замыслу воскресной школы Меня это чрезвычайно огорчило И я уже собирался произнести гневную проповедь, которой хотел осудить всех и вся Когда пришла Полиана и рассказала мне о ликующих текстах, так их называл ее отец Это 800 или около того стихов из Библии, которые начинаются со слов Возлекуйте и Возрадуйтесь Возрадуемся Ваша девочка часто проходила мимо нашего дома и играла с нашими малышами Конечно, она не знала, что людям ее округа нельзя общаться с людьми моего округа Можно только дарить поношенные вещи и старую Библию У нас с Джорджем Выдался Очень тяжелый год Но с ней всегда было весело Она научила нас играть в свою игру Когда мы узнали, что она Перестала радоваться жизни Я пришла сказать ей, что она может радоваться тому, что мы с Джорджем Мы решили Жить вместе Я обязательно не скажу Спасибо, что пришли, миссис Парсон Я бы хотела, чтобы физические проявления были сведены Впрочем, ничего Нэнси Что это за странная игра, о которой болтает весь поселок? Ну, к примеру, я не люблю ультра Понедельник Я заметила Так вот Полиана сказала, что я должна радоваться понедельнику больше, чем остальным дням Потому что пройдет целая неделя прежде, чем наступит следующий Почему Полиана не научила меня этой игре? Потому что этой игре ее научил отец А вы запретили ей говорить об отце Несмотря на то, что он умер совсем недавно и ей отчаянно хотелось поговорить о нем Это было неправильно Теперь я это поняла Похоже, спасет тебя очень любит, Полиана Нэнси научила меня о твоей замечательной игре Я так рада Я ужасно хотела, чтобы вы научились в нее играть больше, чем другие Надеюсь, это не пустая болтовня, Чилтон Разумеется, нет Я действительно верю в то, что состояние Полиана может улучшиться Пока же она безучастна ко всему и теряет силы В чем суть этой методы? Поврежденные нервные окончания стимулируются Вам это что-нибудь говорит? Нет, ровным счетом ничего В общем, метод этот новый И есть риск, что он окажется очень болезненным А также риск, что он подарит Полиане надежду, чтобы отнять ее опять А ты что здесь разгуливаешь? Прости, ты ведь здесь живешь? Сила привычки, заходи Вам нравятся мои новые брюки? Да, замечательно Клетка идет далеко не всем Твой новый испеченный отец может тобой гордиться Вы попробовали бы этот метод на своем ребенке? Да Быть прикованным к инвалидной коляске не самое страшное Это всего лишь коляска Но если есть вот малейший шанс, что Полиана сможет ходить Мы непременно должны его воспользоваться Мне нужно посмотреть девочку Поли Харрингтон ответила на ваше письмо? Нет Она вернула его нераспечатанным Полагаю, я могу обратиться непосредственно к доктору Уоррену Да, только не думаю, что он посмотрит на это благосклонно Да Вы правы, это неудобно Знаете что, если бы вас слышала Полиана, ее бы стошнило Джимми, иди в комнату Какую? Любую И все равно ее бы стошнило Что вы такие нерешительные? Какая разница, удобно это или нет? Открывали письмо, не открывали Вы думаете, Полиана сказала бы, нет, лучше я буду привыкать к коляске? Что будет, когда она узнает, что вы не дали ей этого шанса? Я пришел к Полиане Я пришел к Полиане Я хочу показать ее одному доктору, который специализируется на таких повреждениях, как у нее Он мой большой друг, и я надеюсь, сможет ей помочь Кто знает Да, если ничего не выйдет, Полиане будет горько и больно, но В наших отношениях друг с другом мы двое были коллегами Мы были похожи на людей, которые увидели крутой спуск и решили повернуть назад В то время как другие, взять к примеру, вашу сестру воспользовались шансом и спустились с горы и прожили бурную, хотя и короткую жизнь Мы должны дать Полиане эту возможность Не было ни дня, когда бы я не вспоминал о тебе Не думал бы о том, что ты сейчас делаешь и что было бы, быть мы с тобой вместе Надеюсь, что ты счастлива и несчастлива одновременно Давай мы положим конец этой печальной истории Перестанем тратить попусто время и доверимся друг другу Так чего вы ждете? Доктор Челтон, я так соскучилась! Я тоже Доктор Челтон, я так соскучилась! Доктор Челтон Я... Я продал автомобиль Я продал его даже с наваром, потому что сделал из него конфетку и заменил в коробке передач Впрочем, это не важно Мисс Полли разрешила мне оставить разницу Поэтому я купил тебе это И это И это Наверное, где-то забыл Но думаю, тебе понравится Я думаю, ты права, Нэнси Автомобиль это не будущее Я очень ошибался Лошади, вот это вещь Это вещь Мне помолчать? Да Готово Спасибо Нам пора Следующей весной Следующей весной Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... Вы готовы? Пойдемте? Пойдемте. 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 Пойдемте.